Добрый вечер. Это разбор положения после четвертого тура в чемпионате Москвы до 15 лет. Сейчас четвертый тур ребята играют, но уже известен лидер в турнире после четвертого тура. Это Ахмедзянов Демид. 4 очка из 4. 10,5 у него дополнительный показатель. Ну и давайте посмотрим его партию четвертого тура. Разберем эту партию. Значит, Е4 играет здесь Демид. С5. Конь Ф3, конь С6. Д4. Ну вот сицилианская защита у нас на доске. Конь С3, Д6. Слон Ж5, Е6 последовал ход. Ферзь Д2, слон Е7. Длинная рокировка, что вполне характерно для сицилианских позиций. Ферзь ушел на Д2. Слон Е6, слон бьет Ф6. ЖФ. Король Б1. Ну вот компьютер рекомендовал сделать ход слон Б5. Но вот Демид здесь спокойно развивался дальше. Черные сыграли А6. Слон Е2. Ладья Ц8. Конь направился на Д5. Там, где ему нужно быть. Но вот черные сыграли слон Д5. Ошибка. Конечно, коня этого терпеть достаточно сложно. Конь выглядит великолепно просто на поле Д5. Но нужно было попытаться как-то его выбить с поля Д5. Например, попыткой подрыва Ф5. Вот после слона Д5. Ферзь Д5. Ферзь С7. Дальше последовал ход С3. Ферзь С6 на размен. Белый правильно делает, что уклоняется. У черных большие проблемы по полям, по белым полям. И сейчас это мы увидим, как будут, как Демид будет это использовать. Слон Ж4 напали на ладью. Ладья уходит на С7. Слон Ф5. Ферзь С4. Ферзь Е3. Слон Ф8. Х4 последовал ход. Х5. Белый сыграли ладью на Д5. Б4. Черный продолжает развивать инициативу на ферзьевом фланге. Здесь последовал ход СБ. Ферзь С2. Король А1. Слон Х6. Ферзь Д3. Размен ферзей. Ну и теперь понятно, что в позиции у белых сейчас лишняя пешка. Нужно делать ход Король Е7. Защищать на Д6. Ну вот теперь, конечно, сильнейший ход ладья С3. Пытаясь как-то сыграть по вертикали С. Убрать активность этой ладьи. Но делается ход Король Б1. Тоже с идеей не пустить ладью на С2. Ладья Б8. Ладья Д1. Нападая на Д6. Ладья С6. А3. Ладья Б7. Ж3. Ладья С7. Ф3. Но вот здесь черные вторглись ладьей. Но после вот того, как ладья вторглась действительно, белые сыграли Ж4. На ладья Х1 съели ЖАЖ. Ладья Х4. И ладья С3. В ответ белые вторгаются по вертикали С. Если все черные пешки заблокированы, то здесь у белых пешечное большинство на ферзьевом фланге. И пешку А6 совсем сложно защитить. Ладья Х5. Черные сыграли. Ладья С7 последовал ход. Король Ф8. Ладья С6. Ладья Х2. Король Б3. Король Ж7. Ну и белые начали понемножку свои пешки двигать. Съели на А6. Д5. Слон Ж4. Защищая пешку. Д4. Ладья Д6. Слон С1. С попыткой съесть на Б2. Но вот здесь уже у них появилась возможность здесь уравнять после ухода ладья Б2. Король С4. Слон Д2. Ладья Б6. Ладья С2. Шах. Король Д3. Ладья Б2. Уже не точность. Нужно было играть ладья А2. И на А6. Как говорит компьютер. Играть слон Е3. И выясняется, что черным пешкам слишком сложно двигаться вперед. А у черных идея постоянно ставить здесь шахи. Но вот последовал ход ладья Б2. А6. Ладья А2. С потерей темпа мы перешли к этой позиции. Ну и белый, конечно, успевает сделать ход Б5. Слон А5 напали. Ладья Б7. Ладья А3. Шах. Король С4. Д3. А7. Д2. Ну и Ф4. Слон берет под контроль поле Д1. Слон уходит на Д8. Ладья Б8. Ладья Б7. Ладья Д8. Дальше партия продолжалась. Но тут вполне все понятно, что у Демида лишний слон. И, конечно, легко реализуемая позиция. Вот слон Д1. Здесь после хода король А6 белые сыграли слон Б3, нападая на пешку. Всем черные не защитили. Белые почему-то эту пешку не съели. Сыграли слон Д5. Король Ж4. Король Д2. Король Ф4. Король С3. Шах. Король Б4. Шах. Король С5. На ладья Е1. Ладья А3. Черные никакой угрозы создать не могут. Белый король может спокойно продвигаться к пешкам черных. И эти пешки съедать. Вот так закончилась партия, в которой Ахмедзянов Демид выиграл и захватил лидерство. Но ему сейчас придется играть против Гордея в пятом туре. И уже после пятого тура полностью определится лидер турнира мальчиков до 15 лет. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Пока. Все. compromised. Все.